приветствую всех сборка 3434 условно-игровой системный блок в корпусе формула стилинковский бренд m11b имеется такая rgb подсветка спереди полоска и вентилятор на выдох и все это дело на контроллер подключается и синхронизируется ну а в данном случае у нас еще и ракуловский вентилятор прям вот под стать прям как надо одинаковые ну прям красота системник у нас условно-игровой потому что встроенная графика внутри процессора radeon rx vega 3 позволяет играть все современные игрушки пускай на средних либо низких настройках но тем не менее все запустится все будет играть чтобы вы не запустили ну а компьютер рассчитан на то что в будущем при желании можно его и модернизировать корпус блок питания все это дело позволяет платформа на самая последняя им 4 у md там где можно поставить поколение райзен и в перспективе можно какой-нибудь райзен 5 2 600 6 11 12 потоков поставить он стоят 12000 поставить дискретную карточку и будет хороший мощный игровой системник но чтоб он изначально был в этот бюджет максимально игровым мы это все попытались сделать для того чтобы раскрыть потенциал процессора атлон 3000 g в основном потенциал в стройке обязательно нужно ставить двухканал режим памяти то есть две планки неважно это будет 2 по 4 сумме 8 2 по 8 самое главное что был двухканал частота памяти не так сильно сказывается как и тайминги но в данном случае у нас наверное это максимум что вообще можно сделать стоит память kingston hyper x fury beast на 16 таймингах есть два профиля на 3 на 3 200 мегагерц спокойно на 3 200 запустилась и работает двухканале на 16 таймингах память дешевая 5300 рублей kit комплект стоит и в таком варианте наверно графика вега 3 вообще сейчас наберет у нас максимальное количество очков что такое процессор атлон 3000 g это все тот же 200 ге только на поколение zen plus если первое поколение райзенов это поколение zen и был процессор на нем атлон 200 ге 2 ядра 4 потока то сейчас идет 3000 g одновременно поколение zen plus чуть-чуть он быстрее чуть чуть быстрее встройка по-моему на 100 мегагерц прибавила в производительности и по частоте процессор 35 они 32 ну и разница идет 400 рублей 5 200 стоит 200 ге 5 600 стоит 3000 g и сейчас на одно и то же прям большой разницы как-то это все не видно кто слышал о 200 ге покупаю 200 ге кто слышал о 3000 g и хочет за минимальные деньги повысить производительность пожалуйста можно купить 3000 g по факту одно и то же и в обоих вариантах нужно обязательно ставить двухканал если поставить два по четыре то стройка заберет 2 гига памяти и останется с 8 гигов 6 гигов и получается что при установке 8 гигов доступно 6 это все таки уже не хватает для современных задач поэтому идеальные машинки 200 ге 3000 g это все-таки 16 гигов да мы переплачиваем но до 40 процентов производительность видеокарты у нас возрастает просто из-за двухканала 512 попугаев набрал сейчас у нас тест 3d mark spy для примера gt 1030 на 2 гигабайта gddr4 дискретная карточка которая стоит от семи с половиной тысяч набирает 750 попугаев но на ддр5 конечно там уже 1000-1150 то есть 1030 хороша именно с ддр5 памятью но к сожалению сейчас купить на ддр5 памяти 1030 уже невозможно и получается что свои 5600 рублей этот процессор не требуется дискретную карту позволяет играть современные игрушки и легко модернизируется процессор 35 ваттный конечно такой кулер рассчитаны на 110 ватт это перебор с другой стороны он симпатичный огромный бесшумный при такой расчетной мощности он естественно будет вращаться еле-еле особо и не слышно его будет ну и второй момент этот вентилятор дует вниз 140 миллиметров и охлаждает всю цепь питания процессор охлаждает оперативку достается всему вплоть до чипсета то есть это такой залог долговечности платы что ли при условии что что-то там греется хотя при таком потреблении в 35 ватт ничего здесь греться не будет а 320 чипсет плата срока 320 мдвс проверенные варианты давно идут эти платы кто бы что не говорила плата себя зарекомендовала вплоть еще тем что спокойно работает с быстрой памятью мы поставили в двухканал память на 3200 в отличие от бюджетных интеловских чипсетов а им дешний чипсет умеет гнать память стоит плата 3500 и может на 3200 с памятью работать вот пожалуйста интерфейс здесь только sata подключена с 1 накопитель на 240 гигабайт крашил bx 500 ну предполагается что в будущем будет еще и жесткий жесткий пока мы не поставили если надо можно докупить а можно принести свой не вопрос пожалуйста блок питания на 500 ватт фирмы аккорд бюджетный блок но если ставить сюда видеокарту уровня 1650 1650 супер либо 1050 я спокойно с этим справиться есть 8 пинова колодка до питания аккорды тоже нужно лет пять используем и каких-то косяков по ним не наблюдаем очень частный блоки еще и тем что если он дохнет то за собой ничего не тянет в отличие от дорогих старых блок питания очень часто люди ищут что-нибудь дорогое бушника но вот дорогое вот эти блоки питания могут очень здорово накосячить он до последнего будет пытаться работать и убивать железо корпус довольно неплохой форм-фактор micro от x сейчас правда не подорожали наверно больше пока их привозить не будем а здесь он посчитан за 2 900 со своим контроллером rgb подсветки закаленное стекло здесь вентилятор на выдув комплекте тоже с подсветкой подсветку можно регулировать либо отключать то есть при желании есть отдельная кнопка регулировки подсветки и все это дело можно отключить есть два порта usb 3.0 два порта usb 2.0 выхода на наушники на микрофон и сверху есть возможность поставить вентиляторы 140 либо 120 миллиметров есть вероятность то даже водянка сюда поместится при стечении обстоятельств то есть если сокет у нас будет невысоко если оперативка будет не выступать так что корпус такой еще и продвинутый ну и широкий легко все прокладывать легко все делать закаленное стекло здесь на всю сторону она тонирована поэтому подсветка получается более контрастной такая хд ровская сверху прикрыть системник пыльником с магнитной основой такой кубик с подсветкой скажем а год назад у нас очень много таких систем никого уходила максимальный видеокарт по моему asus tricks на 1070 было в этом корпусе собрана где-то до сих пор трудится так вот получилась машинка по деньгам 22400 рублей потенциал веге 3 обязательно надо вот двумя планками увеличить поэтому памяти 16 гигов должно быть если бюджет рублей 16 17 и хочется также немножко поиграть именно вот поиграть упор на игры то иногда используем все таки а 8 процессором md md 8 4 ядерный это 2 ядра 4 потока то 4 ядерный но на предыдущем поколении он не забирает встроенную память 2 гигабайта там берется всего лишь 256 то есть оперативки будет больше и на двухканал так сильно не сказывается хотя тоже любая мдшная стройка сказывается на двухканал то есть покупаете md со стройкой будьте добры поставить две планки памяти двухканальный режим все по стеннику пожалуй все